Просто для того, чтобы кандурин разводить, его нужно только водкой разводить, потому что если водой, то он будет долго сохнуть. Моя доля? На завтрак кофе и красная икра. И мне кругленький хлеб. Я готовлю обед. Сегодня у нас будет картошка запеченная в духовке и сделаю салат морковка, майонез и чеснок. Уже прям даже забыла про этот салат и прям хочется. Так что уже начистила и нарезала картофель. Вот этот картофель. Я люблю запеченный картофель вот так вот, либо четвертинками, если он маленький, то просто половинками. И сейчас сюда буду тереть сыр, добавлять майонез, соль, перец и чеснок. И все перемешивайте в духовку. Не люблю сверху сырную корочку, потому что она становится очень твердой, поэтому делаю именно все вместе. Перемешиваю с сыром и с майонезом, и тогда сыр просто тянется, но не становится таким твердющим. Вот это картошечка. Здесь, значит, картошка, тертый сыр, чеснок, перец, вместо соли майонезика немножко и немного соевого соуса. Сейчас это все отправляю в духовочку. 200 градусов, не знаю, минут на 40, но буду смотреть, как всегда, по готовности вилкой, буду проверять. Я потерла за 3 секунды буквально 3 морковки. Вот вообще офигенно получилось. На вот этой вот насадке для мясорубки, уже показывалось, что мулинекс мясорубка, здесь есть разные вот эти вот насадки и для мяса, и для того, чтобы резать кубиком и тереть. Вот, соответственно, я сейчас терла на терке. Все хорошо потерлось, единственное, нужно прям вилкой прочищать все, что здесь скапливается, чтобы оно здесь, а то оно забивается, само, в общем-то, не вываливается. То есть я, когда все это работало, и прям немного морковку поддевала, потому что если оно набивается, то здесь много сока, оно работает как соковыжималка тогда. И то есть здесь все забито, и здесь прям куча-куча сока вот в этом отверстии, в этом отверстии, в общем, в этом отсеке, где терка. Так что я очень-очень довольна сейчас. Добавлю сюда чесночок, майонез, и немного присолю. Можно еще горошек добавить, еще, наверное, укропчика. И все, красота, очень классная терка. Почему я раньше не пользовалась? Уже, как мы сюда переехали, получается, купили эту мясорубку. Вот она, еще раз покажу. Вот такая вот. Почему-то не пользовалась. Уже, получается, шестой год она у нас. Что, обед готов. Вот, убралась на кухне. У нас тут вчера такое было ЧП с посудомойкой. Это вообще-то такой теперь бардак был. Я уж его не снимала. В общем, знаете, вот этот поворот, крутилка, которая выставляет режимы, она стояла где-то на середине. То есть и не первая, и не вторая. То есть программа была не докручена. И, естественно, не включалась посудомойка. Я тут читаю, что там моргающая эта кнопочка, это засолеренный фильтр. Мужу пришлось разобрать там все, найти этот фильтр, почистить его. Хотя он говорит, что он был чистый. Ну, на всякий случай мы его почистили. И, естественно, вчера посуда не мылась. И вот теперь будет, наверное, две или три закладки посудомойки. Вот. Что еще хотела сказать, что договорилась о фотосессии о новогодней. Все, теперь у меня сестра-фотограф, кто видел фотки в Инстаграм. Еще, кстати, сегодня выложу несколько. В общем, все красивые, все супер, я довольна. И новогоднюю фотосессию подумали, что еще рано. Вообще, уже люди заказывают студии. То есть уже вот этот колорит новогодний. Но я понимаю, что для нашей семьи это еще рановато. И мы будем приглашать фотографа домой, к себе, когда будем наряжать елку. В общем, решили вот так. Вот елка у нас стоит на кухне. Я тут все подготовлю, все поубираю. И я думаю, что это будет круто. Фотосессия семейная. И это будет где-то у нас после 15 декабря. Поэтому нужно уже готовиться, придумать одежды или пижамки или что-то такое. Но мне кажется, что это нужно вот такое, типа пижамок. И думаю, что можно уже будет одевать новогодние костюмчики, тоже фоткаться в них. Но посмотрим, как это будет. Еще не знаю, еще хочу делать пряники тоже новогодние. То есть, как будто у нас такой новогодний вечер. В общем, будем сочинять все на ходу. Я вышла посмотреть, что тут делают мои дети. Ребят, ну как тут у вас дела? Мне не нравится этот цвет. Поэтому я не крашу. Красят. Ничего страшного, сынок. То, что грязное, ты одел самую грязную одежду. Если что-то, мы ее выкинем. Это все очистится. И у меня на голове чуть-чуть. Ну, это все отмоем. Ничего страшного. Мам, смотри, самое сложное, что мы... Что? Ну, это по два раза, вот эта верхняя. Угу. Это самое сложное. Два раза еще прибежать. Один раз. О, папа приехал. Ну да, валиком проступила, да? А вчера такого не было, да? Да, вот вторым разом надо. Она как вытягивает вот это все. Ну, как сильная грунтовка получается. Надо будет потом пробежаться еще раз сейчас эти... Забор уже тоже начали. А ты же начал. А, что понятно, что водку требовал. Он все красиво и светленько. Я не хочу полностью делать, да, и решетку беру. Да, чтобы проще, да, так было? Ну, так валиком один пробежался. Ну, да, да, да. Этот высохнет, потом надо будет канцелярку на синюю. Ага. Наклеить и валиком... Ну, да. Ты не собираешься никуда выезжать? Сейчас еще пока нет. А что ты хотела? Да валик купить один. А, еще один, да? Под белую краску. А вот даже этот... Папа рассказывает игру. Расскажи игру. Ну, ладно, все. Мишка тут начал интересную вещь делать, да? Ты что, лук хочешь? А она гнется, эта палка, ты проверил? Угу. Нормально, да? Так что теперь защищает. А Антоха дрессирует Марсик. Марсик просто сейчас там, это... А, вот где? А, черная. Ага. Маленька мне. Маленька. Ну, ясно. Так, я пошла в палисадник, я чуть траву порву, хорошо? А потом папу спрошу, какой лучше все веревку так натягивать. Ну, это. Угу. Если я нарезы делаю, я его... У него бы еще шлифовальной бумаги был попросить, чтобы... Гладенько. Я тут немножко в палисаднике навожу порядок, надо же-то все-таки. Я, по-моему, один раз весной в палисаднике убирала, и один раз осенью. Все нафиг, вырезать все, что... Это осенний-весенний синдром. Точно, это осенний-весенний синдром, муж передал. Значит, ворота два раза, да, ты покрасил сейчас? Проснулись, потому что краска впиталась, как будто и не красил. Да, вот такой вот результат. А, ты уже два раза на улице? А, уже два раза даже на улице, да. В общем, осталось беленьким, да? Вот так вот. Внизу, сказал, будет все белым. Чтобы не морочить голову, так же валиком пройти, и все. Даже здесь одну секцию уже покрасили. Ну, покрасили, трудно сказать, сижу, у меня все красит. Потому что мне до сих пор цвет не нравится. Не нравится мне этот цвет. А я сейчас еду в магазин, и посмотрите, как светится. Сейчас я выйду из-за кустика. Вот, видите, вдалеке. Как будто какое-то северное сияние, на самом деле. Я, конечно, его не видела, но что-то похожее. Это, на самом деле, светятся теплицы, которые аж на трассе, вот где Пластуновская. Там вот теплицы, тепличный комплекс, и он аж вот так вот в мышастовке освещается. И сейчас как раз тучи, оно все такое интересное. В общем, по виду это, конечно, супер. Мальчики остаются дома. Да, мальчики? Папа. Потому что мы едем с Гришей на карате. А папа с Антохой дома. Еще к нам приедут гости. Да, поэтому пойди, пожалуйста. Гости? Это кто? Родня. Это им гости. Это кто? Это родня? Это родня. Идем радовать Марго. Отвезли Гришу и привезли двух девочек. Еще. Это не Зоя и не Марго. Это другие девочки. Маргарита! Ой, Юлия, Зоя! Заходим, заходим. Пошлите гулять будем, а потом я вас отвезу до мамы. Яна! Зоя, кто это? Это кто тебе стирал шар? Я наверху, Коля. Боя! Тебя стирайся? Как занять детей? Как занять детей и распечатать им всем раскраски? Ой, как красиво. Покажи. Зоя что выбрала? Кто это? Мася, да? Да. Антош, ты кого выбрал? Рональдинь. Это единорожка. Лол, единорожка. Очень аккуратно. Смотри, как красиво. У тебя что пока? Ты книжечку подложи, дырок не будет. Давайте я сейчас покажу. Да, у Поли питомец Лол. Почему сейчас будет? Давай, мама, сейчас все тебе исправит. Давай. Мам, я уже начинаю. Что мы таким карандашиком будем раскрашивать? Камазик. Камазик? Есть такой. Начинаем, например, со стекла, да? Угу. Так вот потихонечку, видишь, раскрашиваем. Мама, а Коля к тебе лезет? Коля пусть ко мне лезет. Вот так, видишь, дырочек нет, когда ты на книжечке. Нужно на чем-то твердом, понимаешь? Стол, он же тоже твердый. Понимаешь? Мам. Мама, я, 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 я. У тебя красивее всех будет. Давай, возьми только другой цвет. Да. Теперь выбираем раскраску принцессу. Я вот эту хочу. Какую-то, вот эту. А, точно. Сейчас мы распечатаем, да? Другую уже выбрали, сейчас распечатаем. Ждем. Афонин Камаз, который он не раскрасил. Дырку там сделал. Здрасте. Пойдем, Альян. Вот она, как. Закрой, плача, новый раз заходить. Так, все сейчас едем. И мы сам плачем. И я не могу. Сейчас на карате поедем, да? Ты поедешь на карате? Нет? Суя, пойдемте. Все, девочки, поехали. Поехали, Уля. Все поехали. Ой, мой. 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 Ой. Ой, мой. Ой, мой.